Новости на Амурском областном телевидении. В студии для вас работает Валентина Абрамова. Здравствуйте! И коротко о главном на сегодня. Беспреград. Как в Преамуре реализуют проект по трудовой адаптации участников СВО и их родных. Больше не одинокий. Более ста амурчан преклонного возраста обрели приемные семьи. Празднуют новоселье. В свободном возвели первый дом для сотрудников Амурского газохимического комплекса. Юбилей. В Амурском театре драма очередная премьера. Как режиссер смог совместить произведения классика XIX века и сатирика XX. Беспреград. В Преамуре действует проект по трудовой адаптации участников СВО и их родных. Он запущен в рамках поручений президента Владимира Путина. Благодаря ему бойцы получают помощь в освоении новой профессии и трудоустройстве. Некоторые решают продолжить службу. Подробности далее. В данный момент я несу дежурство по военному комиссариату. Мои обязанности входят осуществлять прием граждан и подсказывать им, куда обратиться при постановке на воинский учет, а также по социальным вопросам. Быть военным Иван Колобов мечтал с детства, поэтому поступил в ДВОКУ. В зоне СВО пробыл только месяц. Из-за тяжелого ранения на 4 месяца попал в московский госпиталь. После лечения ему предложили продолжить службу в любом городе страны. Иван вместе с семьей выбрал Благовещенск. Теперь служит в военкомате. Я считаю, что нужно помогать, потому что сложно адаптироваться после ранения, войти в эту колею, признать, что уже сейчас будет совсем по-другому жизнь. Но жизнь-то не останавливается. Все условия созданы для дальнейшего прохождения службы. Когда бежал к копу, передо мной в 10 метрах взорвалось, ну, снаряд прилетел. Осколок попал в левую ногу выше колена. Спасти не смогли. По состоянию здоровья Ишар Алеев теперь уже бывший артиллерист. Еще в школе Ишар знал, что свяжет свою жизнь с армией. И сейчас, несмотря на ранения, решил продолжать службу и делать военную карьеру. Пусть даже не на передовой. Бойцу помогли с протезированием и профессиональной переквалификацией. Выбор был такой. Либо оставаться в части, в звании техника, не техника, должность, точнее говоря. Либо отучиться две недели и уже перейти в любой венкомат по всей России. Я выбрал то, что поближе к дому в Благовещенск. Отучился две недели, сдал экзамены, теорию, как положено. Трудоустройство участников СВО – важная часть адаптации к мирным условиям, говорят в военкомате. Оказывать всестороннюю поддержку бойцам и их родным поручил президент. Ребятам помогают буквально обрести новое место в жизни. На сегодняшний день в военном комиссарате города Благовещенска проходит военнослужащий 5 военнослужащих, принимавших участие в зоне специальной военной операции. Данную категорию военнослужащих мы не бросаем, помогаем им трудоустроиться, а также оказываем помощь членам их семей. Данная категория военнослужащих также имеет право, и мы предоставляем им такую возможность, поступать в гражданские высшие учебные заведения с получением образования. Очень важно в данный момент не бросать наших ребят оказывать помощь в реабилитации, адаптации на новом месте службы. Также ребятам предоставляется медицинская помощь, психологическая помощь, возможность убывать на санаторно-курортное лечение. Порядка 40 мер поддержки оказываются в Амурской области. Участникам ИСВО и их семьям помощь при оплате жилищно-коммунальных услуг, освобождении транспортного налога. Дети обеспечены бесплатным питанием в школах, организуется их отдых, оздоровление, компенсируется плата за детский сад. Студентам СУЗов выплачивается стипендия. Для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, участники ИСВО и члены их семей, дополнительные меры поддержки. Например, у нас региональная льготная программа кредитования действует для субъектов малого и среднего предпринимательства. До 2 миллионов рублей можно получить льготный микрозайм под 1% годовых на 36 месяцев. Мы предоставляем поручительство по кредитным обязательствам в размере до 70% требуемого размера обеспечения при минимальной ставке вознаграждения. У нас на открытие своего дела предоставляется единовременная выплата в сумме 350 тысяч рублей. Кроме того, участники ИСВО, награжденные орденами, имеют право на бесплатное предоставление земельного участка. Для бойцов и их семей создан навигатор «Без границ», где можно получить консультацию, информацию о мерах поддержки и найти контакты профильных служб. Опыт при Амуре по этому направлению планируют использовать по всей стране. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Более ста амурчан преклонного возраста живут в приемных семьях. За заботу о пожилых опекуны получают денежные выплаты в рамках президентского нацпроекта. В области эта программа действует с 2012 года. Благодаря такой помощи одинокие пенсионеры имеют не только заботу и уход, но и продолжают жить в своих домах, а не в интернатах. Подробности в следующем материале. Ухаживать за Александром Манойла Зоя Денисова стала еще в 2021-м, а уже через два года решила взять над ним опеку. Женщина рассказывает, пенсионера пришлось практически заново учить ходить. Мужчина несколько месяцев не мог встать с постели из-за перелома шейки бедра. Лежит такой дедулечка. Весь как одуванчик, голова у него вся обросшая. У него была сломана шейка тазобедренного, еще перелом получился со смещением. То есть ему прогнозировали доктора, что вообще он в таком возрасте и с таким переломом он вообще не поднимется. Благодаря такой заботе Степаныч, как его называют Зоя Денисова, начал ходить по квартире, пускай и на ходунках. С появлением опекуна его жизнь кардинально поменялась, ведь теперь 88-летний пенсионер не одинок. Он живет в чистой и уютной комнате. Каждый день ему готовят. Но самое главное, как говорит Александр Степанович, для него это внимание, когда есть с кем поговорить и вспомнить прошлое. Для пенсионера приемная семья стала лучшей альтернативой стационарному учреждению. Сегодня Александр Степанович точно знает, что о нем будут заботиться, окажут всю необходимую помощь. Степанович практически стал уже членом нашей семьи, нашей, моей семьи. Все внучки его знают, и зять помогает, и дочь помогает. Хорошего помогают. Все нам помогают. И все они приняли по-нормальному, по-человечески, так скажем. Потому что человек один, одинокий. Программа по созданию приемных семей для пожилых людей и инвалидов действует в регионе с 2012 года. С 2019 в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом, она приобрела особую значимость. Благодаря поддержке, которая инициирована президентом, пожилые люди остаются в привычной домашней обстановке. Они не знают, что такое одиночество в большей степени. Их окружает забота, уют. Они вместе ведут с гражданами общее хозяйство, помогают друг другу заботиться. Это важно на сегодня поддерживать граждан старшего поколения и продлевать как можно дольше их жизнь. Каждый год таких приемных семей в области становится все больше. Если в 2018-м их было 46, то в текущем уже 102. Лучший показатель, что программа работает, и большее число одиноких пенсионеров получают заботу и внимание. Оформить опеку над пожилым человеком просто. Достаточно обратиться в Управление социальной защиты и предоставить все необходимые документы. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. Министр ЖКХ области взял на личный контроль прохождение отопительного периода в селе Паярково. Поводом стали жалобы местных жителей на низкие температуры в квартирах. С ноября прошлого года поступило 39 обращений. По каждому была проведена проверка. Как нам сообщили в администрации Михайловского района, факт понижения температур действительно был, но в декабре. После гидравлической регулировки теплоснабжение в населенном пункте восстановлено. Несмотря на это, будет проведена проверка работы всех местных ресурсоснабжающих предприятий. Сегодня температура полностью по всем котельным соответствует. Но со всеми жильцами, которые там обращались и которые где-то у нас проехали, составили акции, зафиксировали где-то данную температуру. И за то время, когда у них там было понижение температуры, но не до 13 градусов там было где-то. Температура у меня, смотрю по актам, 18-19 градусов, 17. Но она все равно ниже нормы. И будет сделан перерасчет. В Свободном возвели первый дом для сотрудников Амурского газохимического комплекса. Ключи от новых квартир уже получили сотрудники службы эксплуатации объектов, а также проектной командой, которая занимается строительством предприятия. На новоселье у одной из семей побывала наша съемочная группа. Здесь у нас санузел, ванна. Дальше пошли у нас кухня, большая, огромная кухня. По коридору у нас второй туалет, родительская спальня. И проходим мы в гостиную, там выход на балкон. На кухне мы любим пить чай, собираться, готовиться вместе, устраивать вечера. Семья Хайрнасовых, Руслан, Елена, их дочери Камила и Арина не могут до сих пор поверить своему счастью. Говорят, когда в прошлом году переехали в свободное из Тобольска, поселились в съемном жиле и представить не могли, что скоро с праведного селья получат собственную квартиру. Мы жили в съемной квартире, она тоже трехкомнатная была. Хорошая, уютная квартира, но интерьер напоминал времена СССР. Когда мы сюда переехали, мы там прожили полгода, пришли посмотреть, когда нам дали эту квартиру, пришли посмотреть, радости не было предела просто. Эмоции зашкаливали у детей, у нас, у самих. Больше всех, говорят, радовалась старшая дочь, ведь теперь у нее своя комната. У младшей Арины теперь тоже свой уголок, где комфортно делать уроки и играть. А вот глава семейства, как автомобилиста, ценил удобство для водителей. Удобство в парковке, в доме есть парковочные свои места у каждой квартиры. Это очень удобно. Спустился на лифте, сразу на парковочную стоянку, садишься в теплый автомобиль, не нужно тратить время на прогреву и думать, она заведется у тебя с утра, не заведется. Морозы здесь крепкие. Кстати, для удобства сотрудников, а ведь многие переезжают сюда из других городов России, квартиры полностью обставлены мебелью и бытовой техникой. Есть даже посуда. В будущем на базе комплекса планируют организовать досуговую деятельность. Это первый дом в Амурской области и, наверное, на Дальнем Востоке, где будет создан семейный центр. Семейный центр, он будет направлен своей деятельностью именно для членов семей, сотрудников компании и для детей. Там будет организована и досуговая деятельность, и образовательная деятельность для детей. Там уже создано пространство для того, чтобы жители дома собирались, проводили какие-либо мероприятия, обсуждали что-либо. То есть есть и каворкинг, помещение для каворкинга, есть помещение для занятия психолога с детишками. Всего в новом доме поселятся 286 семей, а тем временем свободным продолжается строительство второго жилого комплекса для сотрудников предприятия. Он рассчитан уже на 322 квартиры. Денис Блащук, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение. 3 февраля в Амурской области пройдет торжественное открытие Года семьи. Мероприятие состоится в Благовещенском парке дружбы. Семьи победителей регионального этапа конкурса «Семья года» все вместе изобразят на льду символ 2023 года. Многодетная семья Яцишиных торжественно передаст огонь семейного очага. Напомню, его амурчане привезли с форума «Родные и любимые», где Владимир Путин дал старт Году семьи в России. Также перед гостями праздника выступят аниматоры и фигуристы. Будут работать творческие и концертные площадки. Подготовка к празднованию круглых дат – это уже отдельное мероприятие и увлекательное приключение. Спектакль-комедию на эту тему под названием «Юбилей» поставил главный режиссер Амурского областного театра драмы. Роман Зареев пошел на эксперимент. Первый акт премьеры идет по Чехову, второй – по Жванецкому. Как зритель воспринял творческую авантюру, выясняла Екатерина Талалай. Интерес к новому спектаклю зрители проявили еще на этапе покупки билетов. Каждый из трех премьерных дней – аншлаг. Многих заинтриговала приписка в афишах. Автор первого акта – классик 19 века, второго – сатирик из 20-го. Причем у Жванецкого режиссер взял не цельное произведение, а из его остроумных монологов составил оригинальную сценировку. Прежде всего мы преследовали такую мысль, что если придет взрослый человек на наш спектакль, получит такое хорошее эстетическое удовольствие. Такое, знаете, не громкое, не без хлопушек и взрывов, без аа, без таких криков, а просто хороший, теплый актерский спектакль. В первую очередь актерский. Там режиссер-то ни при чем по большому счету. Потому что каждая роль, каждый монолог – это по факту бенефис, поясняет режиссер. В юбилеях задействован звездный состав актеров, в том числе народная артистка России Анна Лаптева. «Вам не надо? Давай, 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 все, давай!» «Ай, что с вас взять? Вот, вот, вот еще вот, вот, 25 рублей сдачи не надо!» «Ну хорошо, уходите!» «Нет, вам нет». «Нет, все на копеечку!» «Покорно, благодарю, ваше превосходительство, это моя машина!» «Покорно, благодарю, ваше превосходительство! Покорно, благодарю!» Если взрослый зритель чаще идет на своих любимых актеров, то школьники и студенты в этой постановке найдут свое. Им режиссер хотел показать грани таланта Чехова, что это не только знаменитые «Чайка» и «Три сестры», где трагичные финалы, но и очень ироничный, смешной автор. «Они, что не слышали наши звучания, услышат, снимут с себя последнюю рубаку». «Мы чувствуем чужой праздник, как свой собственный». Несколько актеров играют сразу по две роли в разных актах. Главный герой в исполнении Максима Клепалова по-разному переживает юбилей в 19-м и 20-м столетиях. «Вначале у Чехова такой, так скажем, банкир-праныра, который, к сожалению, хочет убежать от всего и от всех, но у него это не получается. А в втором акте директор школы действительно человек, который хочет справить юбилей, ему мешают». Не только юмор, но и мысли для души, особенно во втором акте авторства Жванецкого. «В этом спектакле очень хорошее послание. Надо быть добрее друг к другу, надо быть счастливее друг с другом. Вышел, поздоровался, тепло с бабками у подъезда, погладил мальчишку, сделал комплимент девушке и вот стало всем теплее». Екатерина Талалай, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. И на сегодня это была вся информация. Оставайтесь в курсе событий с Амурским областным телевидением. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова